Занятия скандинавской ходьбой для участников клуба «Активное долголетие» уже стали традиционными. Представители старшего поколения, вооружившись специальными палками под чутким руководством тренера, ходят по дорожкам между зданием администрации Одинцовского округа и Ледовым дворцом. Мы теперь сильнее толкаемся палочками и немножечко приподнимаемся на носки. Вот движение, чуть вверх идет. Галине Александровне 73. Уже два года она занимается спортивной гимнастикой и скандинавской ходьбой в клубе «Активное долголетие». Сейчас готовится к проводам масленицы. Задействована и в этой праздничной программе. У нее две дочери и четверо внуков, но сидеть дома и скучать перед телевизором ей не хочется. Все очень нравится, все довольные, все счастливые, улыбаются. Здоровье у всех как-то пребывает. Все счастливы. Единственный мужчина в этом цветнике – Станислав Еленский. Ему 81. В «Активное долголетие» пришел совсем недавно. В планах обучиться компьютерной грамотности и заняться гимнастикой в зале. Для этого он уже сделал прививку от коронавируса. Ведь мероприятие в помещении клуба для безопасности его участников проходит только при наличии справок о вакцинации или о перенесенной инфекции. А пока с энтузиазмом учится ходить по-скандинавски. Мне доставляет удовольствие и польза. Во-первых, общение. Во-вторых, все-таки мышцы разминаются, разрядка такая хорошая. Упражнения некоторые даже выполнить нельзя. Как отмечает тренер, воспитанники выполняют все его рекомендации. При необходимости упражнения разучиваются по элементам. Но тема хороша – финская, скандинавская ходьба, что она рассчитана на любой возраст. Мы тренируем на этих занятиях все группы мышц до 90%. Тренируется сердечно-сосудистая система, дыхательная система. Ну и, как видите, свежий воздух, хорошее настроение, улыбки. Занятия по скандинавской ходьбе, акцию «Бежим, ходим, прыгаем» в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» поддержали Одинцовские единороссы. Врач и депутат окружного совета Лариса Бархатова отметила, что проводить занятия с пенсионерами под руководством тренера правильно. Поскольку это люди пожилые, у кого-то есть какие-то заболевания, даже малейшие нагрузки могут вызвать какие-то осложнения. У кого-то, чисто теоретические, иногда и практические. И поэтому человек-тренер, он и смотрит, и наблюдает, он дает им такие дозированные нагрузки. Он смотрит, кому можно больше дать нагрузку, кого по большему кругу пустить, кого по меньшему. И я считаю, что это очень правильно и это очень перспективно. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Трифонов, телекомпания «Одинцова».